Меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости услуг ЖКХ теперь будут едины для всех льготников. Их размер составит 1000 рублей. Решение принято Кружным Советом Депутатов в декабре прошлого года. Муниципальная льгота будет ежемесячной, претендовать на нее в праве отдельной категории граждан. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Труженики тыла, награжденные медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Следующая категория – это неработающие пенсионеры, награжденные медалью за доблестный труд на благо Одинцовского муниципального района. При отсутствии мер социальной поддержки при других основаниях. Получат выплату также инвалиды, но только те, кто зарегистрированы в частном жилищном фонде многоквартирного дома. При этом не обязательно быть собственником жилья. Семьи с детьми-инвалидами тоже вправе получать льготу. На самом деле алгоритм для наших жителей, которые уже привыкли получать данную меру социальной поддержки, не меняется. Необходимо подать заявление в администрацию Одинцовского городского округа через те территориальные управления, где проживают наши граждане, практически по месту жительства. К заявлению прилагается выписка из домовой книги и копия лицевого счета. Причем задолженности по коммунальным услугам быть не должно. Для продления выплаты, выписка и копия счета предоставляются ежегодно. Заявление можно подать уже в этом году и получить выплату за предыдущие месяцы. Так как сейчас у нас переходный период, то жители, которые напишут заявление с просьбой им оплачивать жилищно-коммунальные услуги в феврале, в марте месяце, то выплаты им будут также предоставлены и за январь, за февраль и март месяц. Далее, если подается заявление в апреле, в мае месяце впервые, то соответственно оно будет действовать с первого числа того месяца, на момент который подано заявление. Напомним, что ранее такую льготу рассчитывали управляющие компании, ее размер постоянно менялся. За счет фиксированной величины для многих льготников выплата теперь станет больше. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.